В последние дни в публичном медиапространстве, светском и православном, все чаще и громче звучит фраза «Отец Дмитрий Смирнов – священник национального масштаба». И вот почему. Укрепляющая и утешающая сила его чеканного слова одолевала косность, русотяпство, глупость и пошлость. Дар проповеди на грани парадокса, когда пастырское слово настигало собеседника, без разницы единомышленника или оппонента, неожиданно, в самое сердце. А после СМИ месяцами бушевали и столковывали высказанную отцом Дмитрием неудобную правду о человеке. Ищущие хайпа, ярлыков и скандала всегда их находили, а слушающие пастыря благодарили за искренность и мудрость. Отец Дмитрий, будучи человеком высокообразованным, к шумным дискуссиям и эпатажным выпадам не стремился. Он просто говорил, как думал, как верил и попадал по тонкой жиле, по самым больным точкам. Большой житейский пастырский опыт позволял дойти до сути и говорить о ней без прикрас, публично. Это очень остроумная римская пословица. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но не надо нам, гнусным холопам, мерить на себя царскую одежду. Вот нужно от этого поселечься. Никакого понебратства в отношении с Богом у нас быть не должно. Отец Дмитрий считал неоспоримо важным присутствие церкви в медиапространстве. Ибо миссия должна развиваться соразмерно времени. Его роль в утверждении православия в постсоветской России без преувеличения огромна. Он начал вести передачи на открывшемся в 1991 году радио «Радонеж». Был постоянным гостем программы «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». При храме Благовещения до сих пор существует созданное им радио. Отец Дмитрий одним из первых среди духовенства завел мультимедийный блог, где в разных форматах говорил о насущном и глубинно вечном. А еще отец Дмитрий буквально создал первый приход нового типа. Большой комплекс вокруг церкви Благовещения в Петровском парке. Там театр, киноклуб, живые социальные проекты. Сейчас такие приходы возникают повсеместно, но для начала 2000-х такой пример был уникален. А еще батюшка искренне верил, что если будет в нашей стране настоящий православный канал, то и Россия будет другой. И такой канал появился. Благодаря молитвам и деятельному участию самого отца Дмитрия. Я вспомнил один эпизод 2007 года. Я был замминистра культуры и средств массовой информации тогда. И при моем участии был назначен директор Останкина. Этот эпизод имеет отношение к каналу «Спас». Потому что канал «Спас» был придуман четырьмя людьми. Ваш покорный слуга, первый Иван Васильевич Демидов, Андрей Писарев, Петр Толстой и ваш покорный слуга. Это было там в начале 2000-х. И мы, значит, этот канал как-то думали, как его где расположить. В общем, в результате у Останкина вторая территория такая, где, помните, Спас? Ну, в 2000-х годах он там был. И вдруг этот директор, значит, туда, известно, лупит такую аренду больше, чем у Первого канала. Я, значит, так расстроился, говорю, слушай, не буду называть его там по имени, а он не христианин. Я говорю, слушай, ты что, там, Первый канал, условно говоря, там, три копейки, а здесь три рубля. Он говорит, ну, Майя, говорит, все-таки канал у вас такой, как бы, важный, ну, там, соберете это по жертвованию. Я, отец Дмитрий, как бы, не разрешал мне драться, были такие моменты. Я так раз пошел к нему, говорю, бач, что делать-то? Я говорю, вот такая ситуация, говорю, нам аренду в два раза больше. Он так задумался, говорит, а ты, говорит, ему передай, что если аренду не снижат, мы его заживо отпоем. Я говорю, бач, как это? Он говорит, так и скажи им. Я, значит, прихожу, говорю, слушай, я знаю, что ты не христианин, один очень уважаемый человек, причем серьезный, сказал, что если аренду не снизишь, он тебя заживо отпоет. Он так задумался, он говорит, да, я, говорит, не христианин, но чем-то нехорошим верит. Вот, и, короче, нам арендную плату снизили в 4 раза, и Спас вот тогда располагался на той территории, вот это была реальная ситуация и жизнь. Спас был бы совсем иным, если бы не отец Дмитрий и его способность говорить о Боге в самое сердце. Его инициативность и искренний интерес к человеку в церкви привели на канал многих, уже ставших известными людей. Божьим промыслом так сложилось, что наши пути пересеклись. Здесь однажды одна его прихожанка, его сотрудница побывала в далеком Рио-де-Жанейро, где я был настоятелем. И она с интересом все смотрела, я показывал ей все, что только мог, все показал. Когда она вернулась в Москву, она все уши прожужжала своему духовнику о том, какой замечательный там город, какой там интересный священник, влюбленный в Бразилию. И знаете, отец Дмитрий не на шутку так пожелал поехать в далекую Бразилию, чтобы самому увидеть эти чудеса света. Но состояние здоровья не позволяло. И сразу, как только закончилась моя командировка, надо сказать, скоро после этого визита, отец Дмитрий пригласил меня на беседу. Эта беседа состоялась в студии канала «Спас». Это было в начале 2016 года. Собственно, с легкой руки отца Дмитрия я в первый раз переступил порог телеканала «Спас». Отец Дмитрий был главным лицом телеканала «Спас» на протяжении 13 лет. Все его беседы разошлись на цитаты и знаменитые мемы именно из «Спасовской» студии. Программы «Русский час» и «Диалог под часами» были обо всем, что интересовало и мирян, и духовенство. Немало говорили об искусстве, о восприятии Гоголя, Толстого, о театре, выпуски о воспитании детей, проблемах сиротства, о политике и медицине, кибербезопасности, чистоте веры и трезвости ума – это как книги, которые полезно перечитать. Возникает своего рода наркомания такая медийная. То есть человек привыкает, как к чашке кофе с утра, он привыкает с утра залезть в сеть, поужасаться, испытать стресс, выбросить там адреналин, а потом осознать, что это все его, в общем, не очень касается, ему реально не угрожает. Вирус, как ни странно, мозговой, он встраивается в реальные биохимические цепочки, он становится таким же наркотиком, как алкоголь. Как ни странно, можно заменять алкоголь информационными такими. Феерически иронично, с педагогической строгостью, с невозмутимостью отвечал отец Дмитрий на странные вопросы зрителей, вразумлял на всю жизнь. А крабы? Раз не мучаются? А лягушки? Вот я был в Бельгии, там впервые поел лягушек. Я думаю, очень мне понравилось. На курицу похоже, мне говорили, но на самом деле это свой специфический вкус. А чеснок, когда мы разгрызаем, он что, там же живые клетки. А вот мне тут одна прихожанка принесла целый пучок редиски, половину я уже съел. А редиска, вы думаете, не чувствует ничего? Она не кричит, потому что у нее нет голосовых связок, но ей больно. Она хрустит, но почему она меньше страдает, чем буренка, который током убивают, а потом на котлетах. Тогда в диалогах под часами, в беседах отца Дмитрия с гостями буквально формировалась информационная политика будущего православного телеканала. Начиналась современная публичная миссия церкви. И не было в этом ни толики обывательского упокоения. Все непримиримо о Боге в дискуссиях. Они смотрят на нас сквозь призму своих каких-то таких, значит, общих человечеству или их характерные для сегодняшнего времени болезни. Они не доверяют очень часто нам. Нам нужно сказать, в них авторитет. Нам нужно каким-то образом, ну не знаю, ну конечно не плясать перед ними, но доказать им при помощи съеденной вместе каши и соли, что мы веруем. Веруем, что мы не святы, но хотим осветиться. И знаем, от кого можно осветиться. Мы знаем того, кто дает святость, кто свят по природе, от кого можно причаститься к святыне. И мы его проповедуем, мы веруем в него. Он действительно составляет наше сокровище. Я говорю о Господе Иисус Христос. Если они увидят нашу искренность и честность, если мы сможем открыться им с такой стороны, как искренние люди, мы открываем двери для будущей проповеди. То есть дверь проповеди закрыта, пока тебе не верят. Жизнь и жизнь. Жизнь и жизнь. Все разные, конечно. А Волга впадает в Каспийское море. И Волга впадает в Каспийское море. И все находят, должны находить своего. И я бы очень хотел, чтобы мы отучились мыслить ярлыками. А то, во что нас сегодня пытается сам дух вот этого интернет-информации ввести, заставить мыслить ярлыками. Заставить видеть только верхушку, не вникая в суть вопроса. Ведь все новости, плохие новости, какие приходили от церкви в минувшем году, это новости, которые люди просто даже не вникали в суть вопроса. Они вот ловили верхушку, верхнюю пленочку. Там что-нибудь. Часы какие-то. При чем здесь часы? Какое-то, знаешь, квери. Да, что-то. Все, дальше мы не разбираемся, не вникаем. И все, что дальше, это уже начинается наслоение. Научиться мыслить самостоятельно, научиться не всему доверять. Мы начинаем мыслить критически и научиться не мыслить ярлыками. К сожалению, мы живем в то время, когда нас все более настойчиво и настойчиво будут заставлять мыслить ярлыками. И нам надо, наверное, всем какой-то внутри себя воспитывать фильтр. Вот, может быть, главное, что мне... О чем был этот фильм, что, может быть, не очень из него было понятно. И поэтому я вот об этом всегда хотела бы у вас сказать. Ну вот, дорогие братья и сестры, надеюсь, вы слышали, что Борис Вячеславович сказал. Я думаю, что вы согласитесь. И надеюсь, вам было с нами интересно. Мне во всяком случае. Я даже не заметил, как этот час пролетел. Всего вам доброго, до свидания. Сегодня телеканал «Спас» широко известен в России. Его знают и смотрят за границами страны. Появляются новые лица, новые форматы, новые зрители. Неизменно только единственное и главное – зерно миссии, заложенной отцом Дмитрием, в фундамент современного канала. Публичная миссия «Спаса» процветает по мере сил команды среди медийного чистилища. Мы говорим о жизни устами верующего человека. Порой иронично, порой резко. Во имя любви никогда теплохладно. Всегда от сердца. И за это отцу Дмитрию Смирнову отдельное спасибо. Екатерина Аркалова, Ольга Пахомова, Илья Мартынов, телеканал «Спас».